Вот и подошел курс информационной технологии в образовании Томского государственного технического университета. Осталось только подвести итоги и осознать все то, чему мы научились. Если вы читали описание курса, то, возможно, некоторые функции вам показались невозможными или пугающими. Давайте теперь пробежимся по всем модулям и посмотрим, где именно вы научились всем тем навыкам, которые были заявлены в описании. Первым модулем у нас были видеоконференции. Там мы научились создавать видеоконференцию в двух сервисах – Zoom и Яндекс.Телемост. Теперь вы можете создать свою видеоконференцию, поделиться ссылкой на нее с вашими студентами, провести большое онлайн-мероприятие, защитить ваше онлайн-мероприятие от проказ ваших студентов и многое-многое другое. Кроме того, вам доступны сессионные залы, а также вы можете сделать видеозапись вашего урока и разместить его, например, на своем сайте. Следующий модуль отвечал за викторины и опросы. Там вы попробовали следующий сервис – это ZipGrade, JTECA и Plickers. В этом модуле вы научились проводить квесты в JTECA. Помните, мы выбирались из комнаты? Вы проводили викторины в формате «Своя игра» тоже в JTECA, там, где вы выбирали категории и выбирали вопрос за 100, вопрос за 200 и так далее. Вы научились проводить игру на угадывание слов. Вы научились проводить опросы без использования телефонов учеников и компьютеров. А именно при помощи сервиса ZipGrade, где вы можете сканировать тесты, и при помощи сервиса Plickers, где ребята смогут поднимать карточки. И последнее, что здесь было – это тесты. Хотя тесты мы еще встретим далее. Следующий модуль отвечал за интерактивные игры. Я надеюсь, что в этом модуле вы вдоволь наигрались. Вы поиграли в морфанки, вы поиграли в скачки, сделали кроссворды, поиграли с НЛО и многое-многое другое. Интерактивные игры помогут здорово разнообразить даже сложные технические задачи. Я надеюсь, что в рамках данного курса вы в этом убедились. Следующий модуль отвечал за интерактивные листы. Здесь мы познакомились с двумя сервисами – Weiser.me и Core. Они позволяют создавать полноценные дистанционные уроки, где на одном листе вы можете разместить и видеоролик, и теоретический блок, и ссылки на какие-то сторонние сервисы, например, на список литературы. И после этого сразу же провести опрос, при том с большим количеством различных интерактивных заданий, среди которых будут не просто тесты, а задания на то, чтобы рассортировать термины, убрать лишние, подметить на картинке какие-то области и так далее. Следующие сервисы, которые стали доступны – это интерактивные карты. Карты вы наверняка и до этого использовали в своей жизни, теперь же вы можете на картах размещать различные объекты. Какое задание вы можете сделать самостоятельно, то есть выдать студентам уже готовую карту, размеченную вашими метками. Также карты можно использовать как задание, которое вы дадите вашим студентам. Например, им необходимо будет разместить на карте какие-то объекты, пометить объекты жилой и коммерческой недвижимости, отметить достопримечательности вашего города и многое-многое другое. Далее шли различные облачные сервисы. Я надеюсь, они полюбились вам так же, как и мне. Они позволяют совместно с коллегами и студентами работать прямо в режиме онлайн. Вы можете создавать документы, делиться ими, загружать документы, которые у вас уже есть, и снова делиться ими. Можете просто хранить на диске. Кроме того, мы с вами уже создали свой сайт и попробовали Google-опросники, которые позволяют проводить анкетирование и тесты в вашем классе. После Google мы посмотрели те же самые сервисы на Яндексе, которые предоставляют весь тот перечень возможностей, которые мы только что озвучили. Я надеюсь, что вы в рамках курса убедились, что технологии на сегодняшний день это достаточно просто. Не нужно обладать навыками программирования, чтобы применять все те сервисы, которые у нас были озвучены в курсе. Множество форматов представления информации. Я надеюсь, что вы попробовали многие сервисы, и теперь понимаете, что можно использовать как видео, так и викторины и многие другие вещи в вашей педагогической практике. Возможность встраивать медиафайлы. На примере урока с музыкой Сергея Прокофьева был отличный пример того, как можно использовать даже мультимедийные объекты, создавая, например, тест. Возможность совместной работы и комментирования онлайн позволяют работать в режиме реального времени со многими и многими документами совместно с вашими коллегами или студентами. Все это может сэкономить большое количество времени. Одна только проверка тестов, чего стоит. А мы с вами можем создавать интерактивные задания, которые могут проверяться самостоятельно. Вы больше не будете сводить документы воедино с вашим коллегой. Вы больше не будете вспоминать, что же вы писали из замечаний на дипломной работе вашего студента, потому что вы все это сможете увидеть в облаке. И многое-многое другое мы с вами уже это обсудили. Я искренне надеюсь, что в рамках данного курса вы уже попробовали эти сервисы, и на выходе вы имеете несколько интерактивных игр или какие-то опросники. Может быть, вы уже завели общий документ со своим коллегой. В общем, я очень надеюсь, что вы действительно на практике готовы применять эти сервисы. А еще лучше, если у вас уже есть готовая разработка, которой вы готовы порадовать ваших студентов. И вернемся к материалам первой лекции. Мы посмотрели с вами действительно большое количество сервисов. Но я по-прежнему настоятельно не рекомендую использовать их все и сразу. Выберите только те, которые подходят под ваши педагогические задачи. Выберите те, которые станут вам помощником и не будут усложнять жизнь студентам. Я возвращаюсь к этой таблице, которую вы по-прежнему не можете рассмотреть, но она снова будет ждать вас в следующем степе. Теперь на основании этой таблицы вы можете, исходя из своих педагогических задач, подобрать конкретный инструмент. Я надеюсь, вы теперь взглянете на нее по-новому. Я надеюсь, что после прохождения этого курса технологии перестанут вас пугать и станут вашим помощником.